Улучшить жилищные условия, получить образование или пройти лечение. С начала года досрочно воспользоваться семейным капиталом решили более 3000 многодетных семей. Это около 20% от всех, кому он был назначен в Гомельской области. Более 90% семей нуждались в решении жилищных вопросов, по 4% в платном обучении или лечении. Марина Северьянова пообщалась с семьей, которая благодаря досрочной капитализации смогла разобраться со своими жизненными сложностями. Около барака на проезжей нас встречает Татьяна с годовалым Тимофеем на руках. Он младший из пяти детей в гомельской семье Кочегуров. У Татьяны и Владимира, кстати, есть даже внук. Всего на полгода младше Тимофея. Это сын Насти, старшая дочка с мужем и ребенком живут в этом же бараке, в арендной квартире прямо над родительской. У самих Кочегуров собственные метры. Жилье досталось от родителей. Но в шестером в двушке жить тесновато. А дополнительно претендовать семья могла только на однокомнатную квартиру. На большее не хватило бы денег. А потом родился Тимофей. И Татьяна оформила необходимые документы для получения семейного капитала. Когда с начала этого года стало возможным пользоваться средствами, а это около 10 тысяч долларов, не дожидаясь по 17-летия ребенка, Кочегурам позвонили из отдела жилищной политики администрации железнодорожного района. Предложили подумать о покупке трехкомнатной квартиры и предоставили несколько на выбор. Звонят нам из жилищной политики. Подойдите, пожалуйста, есть разговор. Я был тем временем на работе. Жена пошла, узнала, что можно трехкомнатную квартиру получить. И ей говорят, вы трешку не хотите взять? Жена говорит, мы не потянем своими силами, мы сделать этого просто не сможем. Они говорят, сможете? Вышел указ буквально месяц назад о использовании семейного капитала в плане жилья. И она мне звонит, говорит, Вова, ты не поверишь. Я говорю, ну рассказывай. И она говорит, можно использовать семейный капитал в жилище. И нам выходит трехкомнатная квартира. Я не поверил, но мы поехали в райисполком. Нам действительно дали на выбор. Дом на Федюнинского обещают сдать в этом году. Стоимость квартиры Кочегуров около 60 тысяч рублей. Примерно 50 тысяч – это субсидия по 240 указу, которую полностью погасит государство. 10 тысяч – семейный капитал. Мы обратились в Комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома с просьбой подробно рассказать о возможности досрочного получения семейного капитала. Можно реализовать досрочные средства семейного капитала на строительство, реконструкцию или приобретение жилья, на погашение кредитов, которые были выданы на эти же цели, и процентов по погашению этих кредитов. Но эта норма применяется только в отношении тех семей, которые состоят на учете улучшения жилищных условий, либо состояли на таком учете на дату заключения кредитного договора. Также досрочно использовать средства семейного капитала можно на получение платного образования членам семьи в государственных учреждениях образования. И третье направление, на которое досрочно можно использовать средства семейного капитала – это оказание услуг, медицинских услуг. В случае, если члену семьи требуются сложные высокотелохонологические вмешательства по заключению органов, по заключению ВКК. Это в сфере кардиохирургии, нейрохирургии и онкологии. Можно также использовать средства семейного капитала и на оказание определенного ряда стоматологических услуг. До 2020 года размер семейного капитала составлял 10 тысяч долларов. С начала нынешнего – 22,5 тысячи рублей. С 2021 года эта сумма будет индексироваться с учетом роста потребительских цен. Всего за пять лет действия долгосрочной программы поддержки многодетных семей в нашем регионе было открыто почти 15 тысяч депозитных счетов. По указу президента программа семейного капитала продлена до конца 2024 года. Марина Северьянова, Валерий Гопанько, Новости недели.